Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok В предприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Международный молодежный бизнес-форум стал уникальной площадкой для обмена опыта между предпринимателями и начинающими бизнесменами. Форум был организован республиканским центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития республики. В течение нескольких дней спикеры, представители различных бизнес-сообществ, в открытом диалоге с молодежью Карачаева-Черкесии делились своими знаниями ведения бизнеса, а также разбирали ошибки при введении своего дела. Директор республиканского центра «Мой бизнес» Артур Езаев отметил, что сегодня у нашей молодежи есть прекрасная возможность реализовать свои проекты благодаря тесному общению с такими экспертами. Мы специально предусмотрели такой формат, когда часть участников данного форума являются студентами нашего региона, и часть участников уже являются действующими предпринимателями. И в ходе деловой программы мы предусмотрели площадки таким образом, чтобы была возможность такой коллаборации между студентами и действующими предпринимателями в целях получения какого-то опыта, навыков. В течение нескольких дней спикеры, известные предприниматели рассказывали молодым людям, как правильно заниматься ведением своего бизнеса. Для нас это возможность не только дать те необходимые инструменты для создания своего дела, а получить тот новый взгляд от молодых людей, который, возможно, даст толчок развитию молодежного предпринимательства, отмечают спикеры. Сегодня многое меняется, мы уходим в мир цифры, поэтому нужны новые взгляды на предпринимательскую деятельность. Если вчера мы говорили о том, что предпринимательство – это возможность принести к физическому активу добавочную стоимость, то сегодня это управление коммуникациями с целью создания ценности, без ложной жертвенности и используя некие бизнес-модели. И такие форумы позволяют молодым людям, во-первых, встречаться, общаться, делиться идеями. Это хорошая площадка для взаимодействия в сфере бизнеса и развития дружеских отношений, отметили представители делегаций из Абхазии. Здесь есть возможность найти себе новых друзей и партнеров, а также подобрать действенные схемы, чтобы сформировать эффективный творческий коллектив. Выражаем огромную благодарность. Также хочу напомнить, что между нашими республиками в августе этого года было подписано соглашение о сотрудничестве. И в рамках этого соглашения мы получили приглашение на этот прекрасный молодежный форум и приехали сюда. Хочу отметить, что мы пригласили наших предпринимателей в Ассоциацию молодых предпринимателей Абхазии. Сегодня здесь находятся наши производители и бизнесмены, занимающиеся торговлей. Полезные знания и самое главное мы открыли для себя успешных представителей бизнес-сообщества, отмечают студенты. В ходе проводимых встреч со спикерами ребята получили ответы на интересующие их вопросы. В форуме нам спикеры объяснили азы ведения в бизнесе, как распределять свои финансы, откуда вообще черпать идеи, что является основой и очень много чего интересного. Также мы познакомились со множеством количества спикеров, которые приехали с разных городов, также представители Абхазии, точнее делегации Абхазии. Также очень много индивидуальных предпринимателей, которые с нами поделились своими лайфхаками. Мы очень рады, что студентам дали такую уникальную возможность хотя бы немножко визуализировать и понять, как бизнес выглядит изнутри. По завершению форума молодые предприниматели поделились своими впечатлениями о работе в группах и приобретенных новых зданиях. Аля Халибшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Тибирда. На днях в Москве прошла церемония награждения и вручения наград Всероссийского фотоконкурса «Внутренний свет 75+.» Наш земляк, талантливый фотограф Ренат Урусов, на этом конкурсе в одной из номинаций завоевал первое место. Это не первая награда Рената на мероприятиях такого уровня. Также совсем недавно он стал экспертом и куратором другого фотоконкурса «Архиз 21» под открытым небом. Ренат Урусов – постоянный победитель самых престижных фотоконкурсов. С его удивительными работами уже знакомы тысячи людей по всей стране. Об участии в конкурсах, о своем творчестве и предстоящих мероприятиях в эти минуты в нашей студии фотохудожник расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Ренат! Доброе утро, Боря! Я рада вновь видеть тебя у нас в гостях, потому что каждый раз ты привозишь в нашу республику какие-то немыслимые награды, какие-то престижные награды. Фотография, она вот как-то была задвинута на задний план, и то, что ты сейчас такой активный участник всевозможных хороших мероприятий – это очень отрадно. Буквально на днях вот-вот ты приехал из Москвы, где проходила церемония награждения. Это был конкурс, насколько я знаю, «Внутренний свет 75 плюс». В одной из номинаций у тебя первое место. И вот, знаешь, я прекрасно помню эту фотографию бабушки, которая у тебя была. Я ее первый раз в Инстаграм увидела. Ну, это просто незабываемо что-то. Эти глаза, ну, я не знаю, это только настоящий профессионал может найти. Это реальный прототип, я хочу узнать об этом. Кто это? Бабушка. Это случайная фотография, это постановочное фото. И с этой ли фотографией ты стал победителем. Мне бы хотелось и вообще про сам конкурс узнать, про эту фотографию. И вообще вот где прошла церемония награждения. Я знаю, что в Москве, но где конкретно? Ну, я бы хотел сказать в первую очередь об организаторах, потому что главным организатором этого всего проекта выступила служба исследовательская, которая называется «Среда». Это люди очень творческие, гуманитарии по своему направлению. И люди беспокоенные. То есть они создали специальную службу для того, чтобы вести исследования именно про людей. То есть их основное направление – это сами люди. И знаешь, самоотрадно, что это люди старшего поколения. Да, и вот в этом году они как раз назвали свой проект, который был связан не только с фотографиями. Там еще были и произведения, были очерки, и эссе. И было несколько направлений. В фотографии, если мы говорим, то там было три основных направления. Это фотолюбители, фотопрофессионалы и хомопрофессионалы. И когда я просматривал эти направления, мне отдельно захотелось проявить себя именно в хомопрофессионалах, потому что это направление меня заинтересовало тем, что там помимо фотографии нужно было еще раскрыть саму личность, которая представляла главного героя, который на фотографии, рассказать о его жизни, почему и где, в каких условиях была создана та или иная работа. То есть немного раскрыть сущность того, что мы видим на изображении. И вот как раз хомопрофессионалы, это направление я выбрал. Это был такой для меня новый уровень, новый виток. И по Божьей милости все получилось. Я отправил фотографию, даже несколько, в том числе и бабушку. Бабушку, к сожалению, она покинула этот мир. Я приношу соболезнования всем родным. Бабушку звали Даят. Она из нашего горного аула Учкулан. Фотография была сделана еще в рамках другого проекта, который мы также представляли здесь у вас в гостях. Назывался он «Вопреки». И отдельную благодарность, конечно, я выражаю организаторам и автору этого проекта. Это моряка Хубиева у нас была, которая меня пригласила. И в рамках этого проекта я сделал ряд своих работ личных, которые я решил потом отдельно представлять уже как другие экспозиции в другом направлении. Вот как раз вот эта фотография, она была вне рамках проекта «Вопреки», но в рамках уже моих своих каких-то задумок. Я тебя перебью здесь. Я думаю, что людям будет интересно, о чем мы говорим. И кто желает, он может зайти на твою страницу, Ренату Росов, и посмотреть эти фотографии. Правильно? Да, да, все верно. Буду только рад. Тем более на своей странице, да и вообще в социальных сетях я веду лайф-общение, то есть обратная связь. То есть любой человек может написать. Я, конечно же, с радостью отвечу. Церемония награждения. Церемония награждения прошла накануне, вот буквально несколько дней назад. Прошла она в Москве, причем для меня это было открытием, я никогда не был в этом месте. Всем советую посетить. Очень замечательная площадка. Это Мосгорсад, сад Эрмитаж, если быть точнее. И в саду Эрмитаж есть здание новой оперы. И вот в фойе этого здания была камерная обстановка. Красиво. Очень красиво и очень приятно было, что именно вот в новой опере нам вручали дипломы победителей. Помимо этого были еще приятным бонусом денежные призы, поэтому все, кто приехал, все, кто участвовал, я отдельно всех их, конечно же, поздравляю. И опять-таки выражаю огромную благодарность всем организаторам как раз вот исследовательской службы «Среда». Это просто колоссальный труд. Конечно. Если кому интересно, есть сайт, зайдите, обязательно посмотрите, чем занимаются люди, которые действительно неравнодушны к нам, к таким же людям, таким же обычным людям, как и они. То есть они занимаются именно людьми. Что может быть важнее, правильно? Да, и вот отдельно меня поразило то, что вот это направление, которое выбрала исследовательская среда, это внутренний свет 75+. Почему именно вот так назвали этот проект? Потому что вот это поколение, к сожалению, мы теряем его. Уходит, да. И опять-таки вот подтверждение, бабушки уже нет среди живых, к сожалению. Это очередной раз подчеркивает важность того, что эти люди, которые рядом с нами, это наши бабушки, дедушки. А говоря про нашу территорию, в частности, горных республик, Карачаева, Черкесии, это еще и депортация, потому что помимо войны, которую пережили наши праведные предки, то наши еще бабушки и дедушки, они пережили отдельно депортацию, потому что я считаю, что это... Подвиг. Это и подвиг, и это отдельное испытание, которое, на мой взгляд, недооценено по сей день. Ренат, я хочу еще на одном мероприятии остановить свое внимание. Архиз-21 под открытым небом, это творческий конкурс. Тут ты был экспертом и куратором. Да. Что там происходило? В нескольких словах, если можно. Этот фестиваль прошел ранее, и по приглашению организаторов, а это компания Синара и ТМК, за что я им отдельно благодарен, и площадкой выбрали наш знаменитый курорт Архиз, и отдельно, конечно, я благодарю площадку, где это все проходило, это наш замечательный поселок Романтик и гостиничные комплексы Романтик-1 и Романтик-2 в лице Лилы Файзулаевой, которая пригласила меня также для участия. И там мне довелось, это тоже был такой опыт для меня, я никогда еще не работал в качестве эксперта, в том плане, что помимо того, что нужно было просто провести мастер-класс, рассказать о фотографии, нужно было провести целый конкурс и отобрать работы участников, которые заранее были отобраны, это было около 150 человек на всем фестивале, и в отдельных номинациях их было несколько, в том числе и фотография. Моя группа была самая большая, это 30 человек, и, не знаю, мне отдельно было большим удовольствием пообщаться, не то чтобы я с ними чем-то делился, это было такое живое общение скорее, и рассказывая им о фотографии, я и сам многое узнал от них, то есть такое общение гораздо приятнее. Ну как человек любознательный ты, конечно, обменивался опытом. Да, и меня поразил уровень этих ребят, потому что, кстати, приехали абсолютно разновозрастные люди, там были и молодые люди, уже и пожилого возраста, и тем не менее они были на одной волне, то есть это был такой сплоченный коллектив, и не было такого, что вот люди пожилого возраста отдельно, молодежь как-то отдельно находится, это вот все в одной команде. Конечно, это очень много значит, и, конечно, это было очень красивое, хорошее мероприятие, и я сейчас не буду спрашивать о планах, потому что жизнь носит свои коррективы, пандемия, но что-то же ты задумал, какое-то участие в конкурсе в следующем? До этого в 2019 году у нас проходил очень такой необычный проект, он прошел с большим успехом, и я надеюсь, что он будет продолжаться, это биеннале Северного Кавказа, современное искусство Кавказа. Вы планируете его? И, честно говоря, я с нетерпением жду именно продолжения этого проекта. Я надеюсь, что он состоится, но опять-таки сейчас ситуация такая, что пока я не знаю, когда именно, но отдельно я буду готовиться именно к нему. Ну что ж, Женат, я могу пожелать тебе только одного творческого вдохновения, чтобы ты не уставал от своей работы, очень интересной работы, очень полезной работы, очень хорошей работы, очень доброй работы. Пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо тебе. Спасибо огромное за приглашение. Всегда рад бывать у вас в гостях. Спасибо. Спасибо большое. В мире существует около 350 видов попугаев. Сегодня в нашей рубрике «Зоомир» мы расскажем о породе корыла. Это известная австралийская птица, представляющая не менее известное семейство кокоду. Эти птицы заслуженно входят в десятку самых умных птиц, что позволяет без проблем их содержать в условиях человеческого жилища. Как показывают результаты опытов, уровень интеллекта этой птицы сопоставим с уровнем интеллекта пятилетнего ребенка. Светлана Шаганова поближе познакомилась с попугаями корыла. Доброе утро, Лена! Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, Ольга! Доброе утро! Мы снова у вас в гостях. И вот я заметила в вашем «Зоомире» вот такие замечательные, забавные, яркие попугаи. Расскажите, что это за попугаи? Это попугай средний считается, называется корыла. Попугай очень с высоким интеллектом, быстро приучается к рукам, к человеку. Они очень привязаны к своему хозяину именно, не переживают разлуки с ним, тоскуют и даже зачастую имеют летальный исход, если хозяин предает свою птицу. Обучаемо разговору, ну, конечно, сложнее, чем волнистый и крупный попугай, но бывали такие случаи, что они прям разговаривали и очень даже неплохо. Доброе утро! Доброе утро! Скажи, таких слов мы еще не знаем, да? Но обязательно научимся говорить всем «доброе утро!» Скажите, вот это, я так понимаю, самка и самец, да? Да, это парочка, серая самочка, желтый самец. Характерные черты отличия у них, вот, красные щечки. У самок они более светленькие, у самцов более насыщенные красные. Такие румяные у самцов. Да, румяные. Ну, вообще, в природе почему-то самцы отличаются красотой больше, чем самки. Ну, надо же! Скажите, а вот какой возраст у этих попугаев? У меня у этой пары возраст 2,5 месяца. В среднем кореллы в неволе живут 10-15 лет. В домашних условиях были такие случаи, что проживали даже до 25 лет. Скажите, специальное питание нужно для этих попугаев? Да, конечно. Питание обязательно нужно сбалансированно. Это основой идет сухой корм промышленный. И помимо сухого корма можно давать фрукты, овощи. Еще кореллы любят, чтобы им высаживали, скажем так, огород из травки, которую они будут щипать в свое удовольствие. Потому что травка содержит минералы, витамины, макроэлементы, микроэлементы, которые обязательны для развития полноценного этой птички. Скажите, а вот они живут парой, их можно разлучить? Вообще да, они могут жить как и парой, так и по отдельности. Они, в принципе, не так привязываются к своей парочке, если, допустим, они уже сформированы. Ну, если, так же повторюсь, если хозяин не может уделять достаточно много внимания своей птице, то лучше, конечно, держать в паре. А как же уделять? Вот, к примеру, у меня такой попугай, и я с утра до вечера должна его развлекать? Как вот уделять время? Ну, с утра до вечера, конечно, никто из нас, наверное, не может в сферу своей заднитости. Ну, хотя бы вот вечером приходить, выпускать его из клеточки. Кстати, это обязательное условие содержания этой птицы, потому что он должен расправить свои крылышки, полетать. Ну, это... От этого тоже зависит продолжительность жизни этого попугая. Выпустить из клетки. Они очень привязываются к своему хозяину, как повторюсь уже, и поговорить с ним, посадить на плечика. Зачастую они сами это делают. Вот даже некоторые люди кормят из своей тарелки. Ну, что вообще не рекомендуют делать? Ну, бывают такие случаи. Поэтому, ну, хотя бы вечером уделять внимание, ну, часик уделить своему питомцу внимание. Скажите, а им тоже нужно прививочки делать или витамины давать? Витамины, да, обязательно. Ну, вообще, в принципе, в промышленных кормах, которые продаются в любом зоомагазине, там уже содержатся и витамины, и микроэлементы, которые, ну, достаточно для полного развития этой птицы. Ну, в общем, вы советуете, если у кого-то плохое настроение. А эти птички очень хорошо имитируют все мелодии, свистки, звонки, даже сирену скорой помощи имитируют. Поэтому с ним вы и скучать точно не будете. Спасибо, Ольга. Спасибо вам, попугаи. Надеюсь, в следующий раз вы скажете мне «Доброе утро!» Уважаемые телезрители, вот такие замечательные попугаи живут в магазине «Зоумир». Они вам желают удачного дня, прекрасного настроения и до встречи в эфире. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи.